В Институте филологии межкультурной коммуникации Казанского университета тотальный диктант написали около 250 россиян и граждан других государств. О том, как это было, в следующем сюжете. Честно, так растрогался, что даже прослезился. Настолько была проникновенно экранизирована в короткометражке «Обещание истории», автором которой в этом году стал российский писатель Дмитрий Глуховский. Все, кто пришел, стали участниками премьерного показа. Мы заполняли листы, прослушивали авторское прочтение части диктанта и настал момент «Х». Мы стали проверять свои знания русского языка под диктовку Народной артистки Республики Тарстан актрисы Казанского государственного театра юного зрителя Нины Калагановой. Она уже в третий раз принимает участие в тотальном диктанте и признается, что в первый раз очень волновалась. Сейчас получает от этого удовольствие и рада, что осуществила давнюю мечту. Впервые посетила Казанский федеральный университет. Вы знаете, мне нравится это мероприятие. Единственное, что я могу сказать, я совершенно уверена, что я бы не написала правильно сама этот диктант. Вот мне кажется, что уже читать я еще могу. Я даже читаю, когда проверяю, вот проверочные эти дела, я стараюсь прочитать вот так, чтобы было видно, где запятая, где точка, где вопросительный знак. Это я как бы могу по-актерски. Дикторами тотального диктанта на разных площадках также стали народный артист России Николай Цискоридзе, певица Валерия, актер Сергей Безруков, журналист Владимир Познер, актер Павел Деревянко, журналист Анатолий Вассерман, музыкант Ноэз МС, актриса Олеся Железняк и многие другие. Нина Калаганова отметила особенности текста, которые она читала в этом году. Вы знаете, сегодня какой-то был очень-очень-очень такой текст, он эмоциональный и какой-то очень сложный. Посмотрите, были огромные длинные предложения, а были совершенно короткие. И мы должны, конечно, уметь любой текст доносить грамотно, правильно, да еще и эмоционально. Возрастной состав участников диктанта был очень широким. Проверить свою грамотность пришли и учащиеся младших классов со своими родителями, и старшеклассники, и студенты, и пенсионеры. Самым старшим участникам было более 80 лет. Результаты можно будет посмотреть на сайте тотального диктанта после 14 апреля. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс.